итак это вторая часть видео в этой части мы будем искать поиск неисправности по первому инвертору и так с чего мы начнем это тестер установим на прозвонку то есть подключены щупы у нас к разъему ком и в сопротивление и диод в вольтаж сопротивление диод измерения выбираем измерение диода с прозвонкой в данном случае видим значок мелодии включаем тестер и в принципе нам он не нужен нам нужен сам сигнал можно также наблюдать на дисплей соответственно индикацию после чего так как у нас проблема входной частью по питанию начинаем делать короткую процедуру самая простая процедура проверки того что здесь установлено это отпаивать одну ножку в данном случае лучше отпаивать центральную вот я тестером вот так поднимаю пропаиваю и выпаиваем одну ножку полностью чтоб она не касалась после чего берем тестер как видим так пищит у нас начинаем прозванивать относительно например от центра крайне пищит ко второй крайне пищит меняем щупы потому что может оказаться это диодный мост пищит в обратную сторону пищит у второго я тоже выпаял уже корпус это средняя нога для тех кто не в курсе если у вас пластики то лучше относительно от средней ноги измерять крайне здесь показывают относительно 500 в эту сторону тоже 500 меняем щупы наоборот не звонится не звонится туме щупами еще проблемка недавно звонилось странно так вот этот уже точно битым полностью в козы так берем паяла аккуратно то есть манипуляция следующее подставляем пинцет я использую паяльную станцию оставляя температуру побольше и аккуратно не сильно отгибаем ножку чтобы она не сломалась потому что если исправлена исправна деталь чтобы нам ее не повредить инвертор 3 киловаттные запчасти на него не такие уж и дешевые когда брать в таком количестве представьте да если все выйдут из строя на двух инверторах потому что они совмещены это очень много по деньгам и так смотрим верхний относительно центра по красным теперь так 500 с этой стороны 480 так этот не отпаял то есть здесь уже сто процентов только вот этот выгорел не сто процентов один точно сто процентов выгорел так тоже аккуратно отпаяли давайте покажу поближе как это примерно выглядит про фокусируется все не вот немножко приподнятый у нас к центру они не касаются отсюда проверяем следующее желательно так проверить все так короткая короткая ну-ка относительно этого так этот нормально то есть вот этот вылетел вот этот вылетел смотрим дальше то уже плохо если у них цена за что будет за 200 рублей то уже дорогой ремонт получится кстати по поводу прошивок здесь какие-то странные микросхема стоят вот скорее все эти потинки стоит тут толком детали нет вот они все детали и сама прошивка находится где-то здесь вот в микросхеме так не видно то есть плата маленькая то детали почти нет так аккуратно по чуть-чуть не спеша слегка приподнимаем если она упирается в плату даже если выпоем и слегка приподнимаем слегка там сильно прям загинать не надо иначе вы ее отломаете и детали может настать каюк так эта деталь у нас 480 вверх 466 низ переворачиваем щупы не звонится не звонится так этот кз кз переворачиваем кз кз можно для себя пометить сразу крестиком лучше лишний раз перепроверить то что детали могут быть в кз и по другим причинам на плате главное чтоб стопроцентная была уверенность у вас в этом так этот не звонится и вот этот вот то есть крестиками я помечаю что эти детали под замену уже три штуки вот это по идее мощные диоды они у нас должны звонится в одну сторону другую не должны изначально они были в кз сейчас как видим ничего не пищит здесь не пищит здесь у нас сопротивление так здесь сопротивление так здесь сопротивление здесь сопротивление наоборот сопротивление все что когда не пищит оно может быть исправно если у вас все детали одинакового сопротивления значит они либо исправны либо их что то давит другое в данном случае было за счет того что у нас неисправны были вот эти вот транзисторы припаяны к плате у нас короткое было по трем полюсам у нас звонились так же коротко вот эти вот и диоды так теперь проверим верхняя короткая поменьше короткая походу еще и верхняя сдохла так же поступаем отпаиваем получается 5 деталей на первом инвертере инвертера 2 теперь понятно чем дороже инвертор больше у него емкость мощность то есть тем дороже будет ремонт даже если получится у вас сделать его самому так после того как мы уже сейчас дойдем до этого сейчас главное проверить вот эти вот ключики верхние вроде точно духлые так так кз сопротивление си из 2 ома кз сопротивление 69 ом так кз сопротивление 1900 под диод а нет кз значит транзистор сопротивление в обратную сторону здесь у нас кз здесь кз переворачиваем капец какой-то блин все транзисторы походу выгорели так 200 здесь тоже кз так кз 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 все под замену крестики и вот смотрите у нас получается первый инвертор который мы который я протестировал забраковал так предохранители здесь в обрыве все в обрыве сдохло раз два три четыре пять шесть семь деталей вот еще отдельно тут микросхема но это питание у нас идет странненько по идее питалово вокруг какая-то пластиночка по идее это что-то типа стабилизатора напряжения если его выбило это вообще самое страшное можно предположить тип сорок два гранец тип сорок семь так походу вот он исправен недавно просто уже с таким сталкивался на grid инверторе или просто он звонится из-за того что здесь вот пробиты так здесь у нас ток под замену короче вот эти детали надо выпаять соответственно вот это вот этот вот этот посмотреть аналоги потом уже делать выбор вывод так по поводу выпайки их когда вы знаете что они точно неисправны рекомендую их выкусывать делать это рекомендую из-за того что не повредить просто дорожки под самый корешок вот у нас сто процентов вот этот дохлый откусываем вот эту вот дорожечку вот мы ее откусили так откусываем крайнюю так вот у нас деталь ухо так что здесь у нас стоит заклеена прям прям что-то слюда на плате аж в кипело в этот транзистор походу придется ножик защищать так далее выпаяем следующим образом паяльный делаем потише попробую конечно так разогреваем дорожку берем пинцетик и и ну опа и вытаскиваем дорожку ой контакт и тут то же самое тут проще тут ого меньше и все то же самое поступаем с теми деталями которые мы думаем что неисправно после чего когда мы удалим неисправные детали надо еще раз прозвонить на предмет обрыва или короткого замыкания те что у нас остались и также подозрительные детали также прозвонить придется диоды которые идут управляющие вот короче круто круто попал потом уже продолжим на этом вторая часть подошла к концу продолжение наверно будет либо после того как что-нибудь интересное найду либо после того как уже детали подберу всем спасибо за внимание всем пока спасибо 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 спасибо